Кто-то считает, что родиться принцем это настоящий подарок судьбы, но многие наслышаны о непростой жизни монарших особ. Несмотря на различные привилегии и богатства, королевских представителей всегда преследуют прессы и угрозы, а также регулярное следование правилам и законам. Поэтому, если кто-то из них выберет путь свободы, то заплатит за это очень высокую цену как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. К слову, один такой смельчак известен нам уже давно – это принц Гарри, сын принца Чарльза и принцессы Дианы. Много лет герцог строго следовал священным законам монархии до появления в его жизни Меган Маркель. В мае 2018 года пара сыграла пышную свадьбу и стала одной семьей, носящей титул герцогов сосекских. Первое время Меган и Гарри чинно следовали указаниям королевы Елизаветы II, ведь их род деятельности был весьма благородным, герцоги занимались благотворительностью, спонсировали и открывали новые фонды. Все было у их ног, пока сосекские не захотели больше власти и свободы. В январе 2020 года принц Гарри и Меган и Майер Кайл объявили о том, что собираются оставить свой пост главных представителей королевской семьи. Герцоги также сообщили, что переезжают в Калифорнию, где хотят начать жизнь с чистого листа. Практически сразу после этого сосекские дают интервью американской телеведущей Опре Уинфри, где рассказывают о всех тяжбах жизни в британской короне. Меган обвиняет дворец в психологическом насилии, расизме и полном ограничении свободы. Принц Гарри молча подтверждает слова своей супруги и заявляет, что его брат принц Уильям и отец принц Чарльз стали заложниками королевской системы. Однако в ситуации, когда монаршие особы хотят отделиться от короны и получить долгожданную свободу, они не желают расставаться с прежними привилегиями, финансированием, бесплатной недвижимостью и охраной. Стоит отметить, что королевской семье предоставляется суверенный грант, который позволяет хорошо обеспечить быт, отдых, да и в принципе всю жизнь монарших представителей. Теперь, когда Меган и Гарри стали свободными, им пришлось столкнуться с суровой реальностью и правилом, хочешь что-то купить или приобрести, тебе необходимо на это заработать. Ни для кого не секрет, что большая сумма денег со сексов уходит и на то, чтобы обеспечить их личную безопасность. Хорошая охрана – это не только сильные сотрудники, у которых есть оружие. В королевстве действует особая система формирования полицейской охраны, телохранители допрашивают, их личные дела проверяет служба безопасности, они проходят физическую подготовку, специальное обучение, а также обязаны знать Королевский кодекс и светский этикет. Напомним, принц Гарри и Меган Маркель не могли себе позволить приехать в Великобританию, ведь герцог требовал, чтобы личная охрана для его семьи по приезду в Лондон была оплачена из государственной казны. В свою очередь, британская корона отказывалась финансировать расходы сосекских, а когда Гарри предложил альтернативу, при которой он сам оплатит личных телохранителей, то Букингемский дворец также ответил отказом. Герцогам предлагался лишь один вариант – во время публичных мероприятий с ними находятся телохранители принцев Чарльза и Уильяма. Однако как только мероприятие подходит к своему логическому завершению, Гарри и Меган оставались без какой-либо защиты. Именно тогда принцу пришлось столкнуться с реальностью и понимаем того, что он не может заставить людей относиться к себе, как к особенному. Обучение полицейских, расходы на их подготовку, потребности и зарплаты – это колоссальные суммы. Эксперты уверены, что сосекский не учитывал это, когда подал на корону в суд. Очевидно, он не учитывал и тот факт, что ведение дела о королевской защите – это также большие затраты. Более того, изначально расходы на охрану принца Гарри оценивались в 9,2 миллиона долларов США, однако герцога не устроило предложение королевства. Когда сосекский объявил свои условия, сумма резко увеличилась до 29 миллионов долларов США. К слову, на Invictus Games с одной Меган Маркель было замечено пять телохранителей. Конечно, британская корона не могла предоставить такие привилегии для принца, а Гарри так и не понял, что за свою сепарацию от монаршей семьи придется пожизненно платить из собственного кармана и весьма круглую сумму. В сети обсуждают сходство нарядов Меган Маркель и королевы Нидерландов Максимы. Во время нового выхода в свет герцогиня Сосекская повторила образ королевской особы. Однако вместо комплиментов жена принца Гарри получила в свой адрес много критики за плагиат. В минувший понедельник Меган вместе с мужем отправилась на ужин с друзьями в нью-йоркский ресторан Лаканда Верде. Для выхода в свет она выбрала черный комбинезон с белой отделкой, открывающим плечи и руки. Свой образ жена принца Гарри дополнила элегантными босоножками. Поклонники обратили внимание, что наряд Маркель очень напоминает вечернее платье, в котором Кейт Миддлтон появилась на премьере фильма «Топ Ган – Маверик». Кроме того, комбинезон герцогини Сосекской сравнили с аналогичной моделью, в которой в 2017 году на театральной премьере появилась королева Нидерландов. Зачем Меган Маркель так открыто копирует образы королевских особ, непонятно. Пользователи сети предположили, что герцогиня до сих пор хочет ассоциироваться с британскими монархами, несмотря на то, что добровольно сложила себя полномочия два года назад. Во время поездки в Нью-Йорк, Меган Маркель была замечена с двумя новыми бриллиантовыми колечками на мизинцах. Оказалось, что это украшение имеет особое значение, оно символизирует расширение прав и возможностей женщин в спорте. Кольцо теннис-пинки ринг 1972 года от нью-йоркского ювелирного бренда Шифон было создано в честь 50-летие движения гендерного равенства в образовании и спорте. Около 20% прибыли от продажи колец, которые вот-вот появятся на витринах, пойдет в инвестиционный фонд Шифон Уомин Инспортс. Кольцо с бриллиантом представляет собой обновленную версию спиралей видного кольца, дуэт, из 14-каратного золота, которое герцогиня Сассекская надела для обложки Тайм в прошлом году. Шилпа Ярлагадда, запустившая Шифон, рассказала, что доходы от драгоценности ее бренда теперь поддерживают 12 компаний, основанных женщинами. «Мы разработали кольцо на мизинец-дюэт от Шифон Ко, чтобы поддержать женщин, и так много прекрасных дам вдохновляют нас и наполняют энергией», — полелила Сирлагадда. Основательница добавила, что теннис был первым видом спорта, предлагающим равную оплату труда мужчин и женщин. Новое кольцо, которое уже доступно для предварительного заказа, предлагается в 14-каратном и 18-каратном белом, розовом или желтом золоте по цене от 2580 до 2800 долларов. Совсем недавно принц Гарри и Меган Маркель посетили штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Там они приняли участие в мероприятиях, приуроченных к ежегодному празднованию Международного дня Нельсона Манделлы и произнесли речь, а после отправились в ресторан, чтобы отпраздновать успех своего выступления на столь высокой трибуне. Герцог и герцогиня Сосекские прибыли в итальянский ресторан Лаканда Верде. Однако появление важных персон впечатлило далеко не всех. Дело в том, что, едва приехав туда, Меган сразу же потребовала, чтобы для них с Гарри и их двоих друзей полностью освободили патио ресторана, рассчитанное на 50 гостей. А когда хозяин заведения вежливо объяснил Маркель, что патио уже забронировано под юбилейную вечеринку, она устроила сцену. В итоге Меган и Гарри пришлось-пришлось занять место в зале вместе с обычными посетителями, а еще за несколькими столами расположились секьюрити Сосекских, что несколько напрягло гостей ресторана. Весь вечер герцогиня Сосекская сидела за столом с оскорбленным видом. Охранники по ее поручению предупредили посетителей заведения, что если кто-либо из них попытается сделать фото звездной пары, то им придется тут же покинуть залив. Позже Меган успокоилась и, по всей видимости, решила реабилитироваться в глазах гостей. Маркель подошла к одному из соседних столиков, за которым праздновали чей-то день рождения. Герцогиня Сосекская не устояла и решила поздравить именинника, который, в свою очередь, был крайне удивлен и смущен. Из-за заносивого поведения интернет пользователи уже окрестили Меган Маркель обидным прозвищем принцесса Монтисита. Ведь она постоянно и недвусмысленно дает всем вокруг понять, что считает себя выше других людей из-за своего статуса жены принца.